всем привет сегодня мы ремонтируем светодиодный светильник вот такой необычный узкий что у нас это за светильник это светодиодный светильник лет дпо 3017 я не знаю что такое дпо 3017 но ладно это 16 ватт 1450 люмен и 6500 кельвин то есть это холодный белый свет так прекрасно снимается концевик такой разборный хотя вот здесь на винте но тем не менее так вот можно добраться к драйверу снимаем рассеиватель что тут у нас провод оторванный непонятно также у нас провод заземление здесь присутствует совпадение не думаю проверяем нашим тестером светодиода сразу вижу сгоревшие а вот это уже проблема по той причине что здесь стоят светодиоды 5730 и таких у меня светодиодов конечно же нету донора тоже нету это прям проблема потому что другие сюда не поставишь нужно ставить абсолютно идентичные светодиоды по мощности по типу размеру я вот проверил так визуально 34 штуки здесь сгоревших их надо заменить некоторые ставят перемычки когда горят какой горит один светодиод но я не советую никому это делать по той причине то если мы просто перемекаем сгоревший светодиод у нас возрастает ток на всей остальной линейке светодиодов а тут их аж 4 штуки то есть это это вообще ненадолго может даже на несколько минут а начнут гореть следующий я долго думал что сделать и мне пришла одна идея в голову это будет не совсем ремонт а так скажем этот светильник станет экспериментальным я хочу поставить вместо сгоревших светодиодов линейку обычных диодов все мы знаем что на диодах у нас присутствует падение напряжения и вот я хочу подобрать цепочку диодов таким образом чтобы у нас падение напряжения на диодах было равным падению напряжения на светодиод сейчас прям по месту не буду я планку снимать выставляем температуру на среднее значение и прогреваем сверху светодиод и пинцетом снимаем его проверяем светодиода может быть еще где-то пропустил я целы 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 один вариант решения данной проблемы это скрыть термоусадку добраться до драйвера найти только создающий резистор и заменить его тем самым снизив ток который идет на светодиоды но здесь просто поставить перемычки но сегодня видео не об этом все сегодня такой ремонт эксперимент мне интересно и поэтому я хочу поставить обычные диоды вместо светодиодов падение на smd светодиоде 5730 составляет согласно справочным данным 3133 вольта возьмем 33 вольта умножить на 4 светодиода получается 13 этого надо подобрать такое количество диодов чтобы падение напряжения на них составило 13 2 можно 13 5 даже хуже не будет использовать буду диоды 1n 4004 и 4007 это диоды с током в 1 ампер замеряем напряжение напряжение 11 вольт на диоде у нас уже 10 и 7 это очень странно слишком малое падение напряжения этот тестер неоднократно горел я его ремонтировал поэтому я не очень то ему доверяю давайте померяем этим 11 вольт 10 и 7 все верно если честно это довольно странно может быть у меня оба тестера некорректно показывают данные потому что я как-то всегда был уверен что падение напряжения на подобных диодов это где-то 0,6 0,7 но не как 0,3 то есть это вот очень маленькое падение напряжения но тем не менее прибор показывает именно вот такие данные будем опираться именно на них тут я немного офигел сколько мне надо диодов 44 штуки ты втираешь мне какую-то дичь чтобы падение напряжения на них было 13 и 2 вольта меня уже начали посещать мысли можно все-таки залезть в драйвер и найти этот токозадающий резистор и просто его заменить чтобы понизить ток но нет как говорится вытащил нож режь и раз решил значит буду пробовать действовать именно так как решил впаиваем наши диоды на места где были светодиоды давайте теперь посмотрим на выходе драйвера что у нас есть ли какое-то напряжение нету сейчас я подключил крокодильчики к мультиметру давайте включаем посмотрим 98 вольт на выходе драйвера 99 98 ну в общем то оно нормально не прыгает не скачет в целом отклонение какое-то есть вот тут небольшое на показаниях это нормально конечно замерять без нагрузки это не самый лучший вариант как паузырь что-то как паузырь что-то как паузырь что-то Вот она, готовая сборка из 40 диодов. Ну что же, близок час развязки, наша диодная сборка из 40 диодов собрана, здесь припаяно еще 4 диода, все уже подсоединил. И сегодня мы узнаем, героем я выйду из этой эпопеи или проигравшим, со щитом или на щите, в борьбе с китайским супостатом. Ну что же, отходим на безопасное расстояние и включаем в сеть 220 вольт. И ничего не происходит. Нашел я причину, по которой светодиоды не светили. Я не учел один момент, что светодиоды хоть и соединены последовательно, но они идут парами, то есть по две штуки. И эти пары, они соединены параллельно. Как только я развернул наоборот эти диоды, то есть поменял местами катод с анодом, все прекрасно заработало. Эту сборку я тоже развернул, так как у нас вот этот диод, он идет в разрыв и в разрыве. То есть это как 40, а это 41 диод. Вот прекрасно горят. Подключил я свой чудо-прибор. Можно видеть, все светодиоды горят. Ток у нашего импровизированного тестера небольшой, поэтому не стоит пока радоваться. Все-таки надо подключить под нагрузкой, посмотреть, что будет, когда мы подключим драйвер, что произойдет. Ну что ж, вторая попытка. Подключаем в сеть этот светильник. Отходим. Ого! Горит! Горит, ребята, все горит, все отлично, все супер. Не горят, а светят. Горят жопы в комментариях. Да пошел ты! Гулять так гулять. Раз решил экспериментировать, экспериментируем по полной. И что я сделал? А я два вот этих SMD светодиода 5730. Решил, я их выпаял, убрал отсюда и впаял обычные красные светодиоды. Впаял 4 штуки, все они в параллель. Мне интересно, как это будет работать и будет ли работать вообще. Можно ли, допустим, вместо вот этих обычных диодов ставить светодиоды. Вот такие там красные, зеленые. Мне вот это вот интересно. Все мы прекрасно знаем, если меняем светодиоды, то их надо менять на светодиоды такого же форм-фактора. То есть, если это 5730, то надо ставить 5730. Да, признаюсь, сам я неоднократно ставил светодиоды другого форм-фактора, разной мощности и световой температуры. Иногда это работает, иногда светильники светят, светят долго, а иногда это включил, поработал 5 минут и сгорело. По этой причине я считаю, что это самый крайний случай, когда можно поступить именно так. Включаем. Оп. Все у нас прекрасно светит. Сейчас я все скрутки эти уберу, подпаяю нормально провода. Пропущу их вот здесь, в этот концевик. Засуну я нашу диодную сборку. Поставлю рассеиватель, соберу все в корпус. Буду тестировать этот светильник, потому что мне интересно, то что светит он, ну прекрасно светит. Но долго ли он проработает вот с такими решениями? Ну конечно, собирать вот для каждого ремонтируемого светильника вот такую диодную батарею, это не самое лучшее решение. Долго и геморно, во-первых. Во-вторых, надо найти еще такое количество обычных диодов. Что вы думаете об этом всем? Имеет ли вообще смысл вот такое решение? Пишите свое мнение в комментариях. Задолбали мне писать гадости под комментарии, на себя посмотрите, пацаны, блин. Это чистой воды эксперимент, то есть я не могу вам посоветовать вот такое решение, но и отказать вам тоже не могу, что не делаете вот так, потому что я не знаю, сколько он проработает. Паял провода. Наша плата с диодной сборкой прям плотничком. Сила прям как влитая. Вообще идеально сделал просто. Рассеиватель на место. Комплик. Вот наш светильничек. Кстати, красные светодиоды практически не видно. Вот тут чуть-чуть виднеется. Видны только пробелы вот эти, где нет светодиодов, где диоды стоят. Так, в целом, все замечательно. На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok